Комментируйте, пожалуйста, сегодняшнее решение Апелляционного суда. Во-первых, для меня была очень неожиданность, такая большая, то, что председатель Павловичского суда Ледвиненко направил подданья для определения подсудности в каком-либо суде, не по Петровской области. Хотя, по сути, я прекрасно знаю, что подсудность определил Высшеспециализированный суд. По большому счету, Высшеспециализированный определил именно Павловичский суд. Поэтому, по закону, подсудность мог бы обратиться в апелляционный, для того, чтобы он обратился в СССР, а в СССР потом определил подсудность в районном суде Днепра. Но здесь видно, в связи с тем, что произошли такие события, они снова начали вести вот такую непонятную игру. Что в суде была непонятная игра, когда пришли судьи, видя, что нет одного из адвокатов, присутствие которых обязательно. Они начинают с того, что зачитывают права на заявление отвода самоотвода, и потом потихонечку заявляют самоотвод. При этом, заявив самоотвода, они не дали даже слова участникам процесса высказаться по поводу этих самоотводов. Я, допустим, не знаю, что там лежало в автораспорте. Я не знаю, на какой пост в Фейсбуке и кого они ссылаются. Они просто сказали о том, что они не хотят слушать это дело, и все. В данной ситуации решение апелляционного суда, оно правильное. Почему? Потому что апелляционный суд не имеет таких полномочий сейчас определиться с определением подсудности. Поэтому на сегодняшний момент необходимо исчерпать все способы и методы. То есть еще раз направить туда, прогнать всех судей, выяснить, что судей уже нет. Тогда обратиться с нормальным поданием, для того, чтобы апелляционный суд отправил выше специализированный, а тот уже определился с посудом. Я считаю, что это опять ошибка бабушкинского суда. А разве там не все судьи исчерпались, которые могут... А я не знаю. Вы же понимаете, 12-го числа был заявлено фонд. 13-го числа я получил упал. 14-го числа написали заявление о знакомстве с материалами. Глава написал, да, выдать для закопления, а 15-го оно уходит в апелляцию. То есть оно стремительно уйдет. Работала автоматизированная система? Не работала. Я не знаю, у меня этих сведений нет. Я даже не держу в руках материалы дела. Даже это подание, которое судя пришло, я не обознал только от судей апелляционного суда, потому что в ней оно не поступило. Понимаете, здесь мы говорим о равенстве с того, на какой равенстве с того, если адвокаты не знают того, что находится у судей производства. А как Вы считаете, бабушкинские судьи, они все-таки во второй попытку смогут принять решение или снова будут самоотводить? Ну, насколько я знаю, на сегодня осталось около трех-четырех судей, которые еще могли бы, которые состояли бы уголовные коллеги, и из них можно было бы чисто теоретически создать трое двух. Один из судей из Донецкой области, но рассматривается в отношении Луганской области, это же как бы две разные области, не знаю, будет брать самодот или не будет, но я считаю, что в данной ситуации бабушкинский судьи должен или как можно быстрее сделать это и должен сделать правильно, а не так, как он сделал сейчас. Потому что мы пришли, потратили время для того, чтобы дело пришло сюда, отсюда ушло отправлено в бабушкинский, там они провели свою автономизированную систему, еще раз пробили и отправили опять сюда. То есть дело будет ходить туда-сюда, а мы говорим о верховерстве права, мы говорим о разумных сроках. О каких разумных сроках можно говорить, если дело приходит туда-сюда? А сколько месяцев уже не рассматриваете это дело? Ну, еще и даже к рассмотрению не приходилось. Оно проходило в Сватовском суде где-то полгода, пока Сватовский суд тоже самое исчерпал все способы. После этого было направлено в Сватовский суд. Значит, три раза оно ходило в высшее специализирование, на четвертый раз только не определились с бабушкинским судом. В бабушкинском суде оно пребывает уже два с половиной месяца. То есть получается где-то около года, да? Ну, почти год, это дело просто на пасто ходит и не может дойти, куда ему приткнуться. Потому что я знаю, что дело в Уплотниске мы уже закончили, но еще не был вынесен приговор по-назаду. Ну, давай скажем, почему в Сватовском суде решают не выбрать себе самоотводу? Ну, то есть это, ну, это зачем вообще связано? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!